Здравствуйте, друзья мои! И те, кто изучал творчество нашего замечательного русского писателя Гоголя, знают, что он в свое время открыл для себя христианство и с горячим сердцем устремился в церковную жизнь. У него даже был духовник, отец Матфей Иржевский, который его окормлял, но биографы Гоголя считают, что христианство пошло ему не на пользу. Известна его переписка с Белинским, есть тексты, выбранные места из переписки, которые вызывают некоторые недоумения. И даже некоторые критики позволяют себе говорить о том, что эта увлеченность, вера, эта христианская экзальтация, они не на пользу пошли писательскому таланту нашего великого писателя. Это вопрос, который мы оставим за скобками, потому что мы с вами люди простые, мы Гоголя любим и, несмотря ни на что, читать его будем. Но один из эпизодов его биографии я все-таки помяну, потому что однажды он меня озадачил, когда Гоголь был уже при смерти, он был очень болен. Отец Матфея, его духовник, сказал ему такие слова, одни из последних слов, которые Гоголь услышал. «Отрекись от Пушкина, покайся, отрекись от Пушкина, покайся, отрекись от Пушкина». Что за этими словами? Что отец Матфея имел в виду, когда он требовал от Гоголя отречься от Пушкина? Ведь за этим какая-то традиция стоит, мировоззрение, то есть священник свято верил, что увлечение Пушкиным есть грех, порок, и такое увлечение душевредное требует вручевания через покаяние. Разве мы не встречаем живучесть этой точки зрения? То есть есть масса богословов, церковных писателей, епископов, священников, которые продолжают об этом говорить, о том, что светская культура, если мы расширим эту формулу, она является тем болотом, которое затягивает человека и мешает ему соединиться со Христом. Оно есть препятствие между человеком и Христом, человеком и Богом. Оно мешает нам достичь богообщения, богообразности, обожжения. Мы не можем нормально молиться, если мы читаем Пушкина. Мы не можем быть хорошими христианами, если нас увлекает Шекспир. Как ты можешь стоять перед иконой и при этом думать о том, что ты завтра пойдешь на концерт, посетишь выставку Мунка или, может быть, даже выступление блюзового коллектива, может быть, ты даже джаз слушаешь. То есть Гоголь-то он был, конечно, на волоске от гибели, но там был Пушкин, а здесь джаз. Это очень страшно. Поэтому, друзья мои, каждое поколение христиан задает себе этот вопрос. Вопрос, который был заострен еще в древности Тертулианом, Татьяном, Климентом Александрийским. Вопрос о том, как Афины и Иерусалим соответствуют друг другу. Надо выбрать что-то одно, говорил Тертулиан. Нет никакого общения между Афинами и Иерусалимом. Что бы он имел в виду? Иерусалим — это, конечно же, церковь, мать и церквей, божие жилища, церковь Сион. Тайные вечери в Сионской горнице — это иконы Евхаристии, иконы церкви. И Афины с их мудрецами, Олимпийскими играми, культом прекрасного, трагедиями, песнопениями, поэзией, политическими спорами, демократией. Может ли что-то общее быть между Афинами и Иерусалимом? Это большой вопрос, и я думаю, еще многие столетия христиане будут его задавать. Но когда он переходит в личную плоскость, то есть конкретно относительно Гоголя, «Священник тебе говорит, отрекись от Пушкина, отрекись от литературы, отрекись от философии, откажись от театра, забудь живопись, забудь музыку. Должно быть единое на потребу. Надо ли спорить с этим священником? Как вообще к этому отнестись?» То есть вопрос, перенесенный в наше личное пространство, в нашу биографию, он может нас покалечить, когда этот вопрос становится не некоторой абстрактной богословской темой, а вот частью моей биографии. Мне кажется, в случае с Гоголем что-то похожее произошло. Его надломила эта разделенность между Афинами и Иерусалимом. Но наш современник, который отрекается от Пушкина, он не совершает ли ошибку? Что я имею в виду? Когда мы читаем святых отцов, например, Иоанна Златоуста или же Дионисия Репагита, мы видим, что не все, конечно, видят, но многие способны это рассмотреть, что эти святые люди, которых мы считаем авторами золотого века святоотеческой письменности, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Низкий и другие авторы, они на каждой странице цитируют античных авторов, языческих авторов, заметьте. Вы открываете Златоуста, который считается самым чистым, самым молитвенным автором, который как раз боролся против Афин, то есть против светской культуры, и он почти на каждой странице, даже если полемизирует с Платоном, но он его цитирует, даже если полемизирует с Гомером, но он его цитирует, а Блаженный Августин цитирует Вергилия. И нам известна история ирландских монахов, которые в Средневековье спасли целые библиотеки античных авторов. Многие поэты Древнего Рима дошли до нас благодаря ирландским монахам, которые переписывали этих языческих авторов, составляли книги, сборники, учили их наизусть, будучи подвижниками благочестия, будучи монахами. Из Рития Святого Кадока известна история о том, как его однажды встретил брат на берегу моря, Ирландия, морская держава. И вот этот монах шел по берегу моря и плакал. И его брат спрашивает, что же ты ревешь? И он вам показывает подмышкой книга, говорит, вот Вергилия захватил с собой и плачу. А что же ты вот плачешь? А потому что он же ведь Христа не познал, христианином не был. А он такой был хороший человек, я ему обязан лучшими минутами своей жизни. Монахи тогда получали образование, читали Вергилия, изучали латынь по Вергилию. И тут ветер выхватил этот свиток из рук монаха, свиток с Вергилием, и унес в море. И утонул. И этот старчик еще больше расплакался. Вот видишь, что случилось? Пропала книга. Но на следующий день, когда они разбирали рыбу, словленную, привезенную из моря, он в одной из рыб нашел этот свиток. Он нашел Вергилия в рыбе, в символе христианства. Внутри рыбы. И для святого Кадока это было откровением о том, что Господь все доброе в этом мире приемлет. Оно очень дорого. И это хорошо чувствуют особенно те люди, которые приходят в церкви с невоспитанными чувствами. Когда меня спрашивают, какое житие святых лучше почитать человеку, который только-только приходит к церкви. Я говорю, почитайте биографию Чехова. Почитайте письмо брату, который Чехов написал. Потому что там свод простых житейских правил, которые нужно сначала... Которому следует просто освоить человек. Это такие вещи, как отзывчивость, деликатность, учтивость, этикет. Просто отношение к труду, к своему, ответственность. Это те вещи, которые являются универсальным полем духовности для абсолютно каждого человека. И вот бывает беда, когда не освоив эти универсальные принципы духовности, человек пытается лезть на небо. Читать святых отцов, спасаться по текстам древних монахов, не освоив духовности Чехова, не освоив духовности Пушкина, Гоголя, Вергилия, Платона. Поэтому, мне кажется, отец Матфея был неправ. От Пушкина нам нельзя отрекаться. Когда-то в начале 90-х годов один из наших замечательных философов, Арсений Гулыга, биограф, он написал биографию Гегель, например, Шеллинга, он был на выставке, посвященной Пушкину, и услышал, как перешептываются посетители. И один из зрителей, который был в тот момент, сказал, если у человека нету Бога, у него, по крайней мере, должен быть Пушкин. Как это прекрасно сказано, как это верно сказано. Мы не знаем, приблизились ли мы к Богу нашими молитвами, нашими постами, но, по крайней мере, Пушкин, Чехов, те люди, которые делают жизнь прекраснее, которые учат нас видеть красоту, учат различать добро и зло хотя бы в светском их исполнении. Они нам очень нужны, и особенно они нужны детям. И как ошибаются те люди, которые у детей, у своих верующих, забирают Пушкина, Гоголя, Платона. Поэтому, друзья мои, Господь вовсе не требует конфликта между Афином и Иерусалимом. Он хочет, чтобы мы подружились и оценили красоту друг друга. Спасибо. 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 Спасибо.